13 вокалистов детской хоровой школы Магадана представили Колыму на вокальном фестивале в Сочи. С 21 марта в течение трех дней на Черноморском побережье проходил международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. Состязание «Таланты нового века-2021» прошло в Олимпийском парке города-курорта. Магаданские вокалисты участвовали в фестивале под руководством преподавателя Светланы Серенковой. Поездка планировалась на зимних каникулах, но была отложена из-за пандемии. В творческом состязании участвовали вокальный ансамбль «Гармония» и солисты Анастасия Тишковец, Арина Джибилова, Владислав Антипов. Дело в том, что я как руководитель детского коллектива считаю, что выездные конкурсы – это достаточно важно, это интересно для детей, это стимул в работе, стимул вообще в творчестве. Во-первых. Во-вторых, участие в конкурсе – это не только участие, но и опыт. Дети смотрят и слушают других конкурсантов. Проект «Таланты нового века-2021» проводили первым после года перерыва. Он был пробным в Краснодарском крае, потому что остальные города России в связи с эпид-обстановкой закрыты для таких мероприятий. Количество участников на конкурсе было ограничено в силу пандемии. Гала-концерт фестиваля не проводили. На вокальном состязании члены жюри прослушали номера, отметили лучшие и вручили дипломы. После конкурса состоялся круглый стол. По словам педагога, на нем магаданскую делегацию отметили с положительной стороны. Конечно, нам сказали достаточно хорошие слова о подготовке, об уровне подготовки, о программе, вообще о голосах, о том, что делают и как делают. Были, конечно, замечания, чему я очень рада, потому что мне, как педагогу, всегда интересно мнение других специалистов. И не только хорошее, но и замечания по технике, по работе вообще с учащимся. Тоже было все, слава Богу. Круглый стол был ограничен по количеству участников. Мастер-классы после фестиваля организаторы конкурса не проводили. В связи с пандемией мероприятие было закрытым, без зрителей. Теперь вокальный ансамбль «Гармония» готовится к отчетному концерту детской хоровой школы. Он пройдет 9 апреля в Малом зале Муниципального центра культуры. С 15 апреля начинается прием учеников в детскую хоровую школу. Всех детей, желающих научиться петь и любителей вокального искусства, педагоги приглашают на вступительные экзамены.